Лучший кролик в мире Автор Crazy Nights читает Кэт Вилд Трель дверного звонка разрывает дремотную тишину квартиры, заставляя Тихона недовольно поморщиться. Он растирает лицо ладонями, пытаясь стряхнуть с себя остатки сна, пока топает к двери, за которой кто-то особо дерзкий продолжает терзать кнопку. «Господи!» — бубнит Тихон, лязгая замком. «Пожар-то, что ли?» За распахнутой дверью обнаруживается невысокий щуплый паренек фирменной кепки курьерской службы, за спиной которого прячется, если можно так сказать, о пакете больше самого курьера. Посылка. «Доставка для Ким Тихона!» Курьер протягивает бланк, с явной ненавистью косясь на увесистый тюк. «Спасибо!» Тихон, чувствуя себя ребенком возле рождественской ели, поспешно черкает свою подпись и, почти притопывая от нетерпения, тянется к заветной посылке. Курьер незаметно, как ему кажется, пинает пакет в бок и, не прощаясь, сбегает вниз по лестнице. Тихон, пыхтя от напряжения, затаскивает посылку в квартиру, небрежно ногой захлопывает дверь, принимая сразу же рвать упаковку. Из-под слоев бумаги показывается что-то повышенной мягкости и пушистости, оказываясь в конце концов огромным белорозовым кроликом. Зефирного окраса зверюга улыбается, сжимая в пушистых лапах большой конверт. Тихон разрывает плотную бумагу и, едва взглянув на вывалившуюся ему на колени открытку, начинает ржать. «Этот кролик тебя устроит, Хён?» Подчеркать Чунгука до сих пор педантично идеальный. «Ну, привет!» Чунгука – заменитель. Тихон пожимает лапу мутанту плюшевой промышленности, а потом порывисто обнимает игрушку. «Никогда не ври сам себе!» Эту фразу Тихон часто слышал от своего отца. Видный статный мужчина, хваткий бизнесмен, отличный семьянин, он был для Тихона примером. Поэтому и запомнил на всю жизнь эту мудрость, стараясь всегда быть честным перед собой. Потому ему смог признаться себе, что к младшему испытывает совсем недружескую симпатию. Жалко, что понять он это смог лишь когда Чунгук улетел за океан. Видимо, расставание с тем, с кем они были практически неразлучны, и обострило все Тихонова чувства, заставив его захлебываться и гореть от их невысказанности и необоюдности. Он даже был благодарен Чунгуку, что тот уехал. Потому как останется он рядом, смогли бы они сохранить дружбу, когда Тихона сбила с ног любовью этой нежданной. А сейчас он мог безнаказанно упиваться своими чувствами. Так по-гурмански приправленными Толикой горечи от расставания. Тихон перетаскивает мохнатого монстра к себе в кровать, надеясь возобновить прерванный сон. Как могильник тренькает сигналом входящего видеовызова. Тихон направляет камеру так, чтобы собеседник видел не только его, но и громилу Куки. Может, Тея не оригинален, но другого имени ему в голову не пришло. Как дела, Хён? Чингук на экране мобильного, заспанный, зерошный и по умилительности явно выигрывает у своего мохнатого двойника. Теперь хорошо. Тихон не может не улыбаться в ответ. Причина. Чингук отчаянно борется со сном, но пытается продолжать беседу. — Ну, во-первых, ты позвонил. Иногда Тихон позволяет себе побыть чуть более искренним. — Во-вторых, у меня появился друг. Он поднимает мохнатую лапу и машет в камеру. — Это громилу Куки. Познакомьтесь. — Нет, Хён! Сонные глаза Чингука забавно округляются. — Ты не мог назвать этого милого пушистика таким дурацким именем? — Мой кролик! Тихон крепче прижимает к себе меховое чудо. — Мой! Как хочу, так и назову. Хоть любимым засранцем. Только по стремительно растекающемуся по щекам Чингуку румянцу Тихон понимает, что ляпнул что-то не то. — Так. Он пытается непринужденно улыбаться, делая вид, что ничего не произошло. — Кому-то пора спать. Пока, Гуки! — Пока, Хён! Смущенный и сонный, Чунгук заставляет Тихон пищать внутри себя, как малолетняя фанатка при виде своего опа. — Пока! — громила Куки. И когда Тихон уже нажимает на кнопку «Отбой», из динамика прилетает еле слышное. — Любимый засранец мне нравится больше. Тихон с радостью бы списал все это на разыгрышуясь фантазию. — Ну, не может, позволяя себе совсем недолго помечтать, уткнувшись в пушистую морду. — Кролик! — думает он. — Вот Чунгук! — Приколист! — Флэшбэк! — Двери магазина распахиваются, впуская в настоящий детский рай красивого представительного мужчину и умилительного пухлощокого мальчуга на лет четырех. Завидев постоянного и весьма щедрого покупателя, персонал склоняется в поклоне. — Так, Тихони, выбирай, что хочешь. Папе нужно сделать несколько звонков. Господин Ким мимолетно кивает в ответ, тут же погружаясь в пучину нерешенных вопросов. Отец не волнуется, что отвлечется и с сыном что-то случится. Бдительный персонал не спускает глаз жутко важного Тихона, совершающего покупки, помогая ему выбрать игрушки либо донести коробке доказ. Но в этот раз все идет не как обычно, потому что спустя несколько минут посреди важного разговора с поставщиками из Китая он слышит осторожное. — Господин Ким, прошу прощения. Мужчина извиняется перед чебечущим в трубке собеседником и оборачивается на голос. За его спиной мнется охранник. — Там Тихон. Этой фразы достаточно, чтобы отец Тихона сорвался с места, оказавшись около касс. Но он понимает, о чем пытался рассказать охранник, наблюдая, как покрасневший от натуги Тихон тащит в его сторону упирающегося очаровательного малыша в кегуруми кролика. Несмотря на то, что малышу вряд ли больше двух лет, он не сдается и всеми своими силами пытается сопротивляться охваченному азартом Тихону. «Папа!» Круглые глаза Тихона блестят от обиды. «Они не продают мне этого кролика! Накажи их!» «Господи, Гуки!» Через толпу персонала к ним прорывается взволнованный мужчина, тут же подхватывая малыша кролика на руки. «Я тебя потерял!» Рот у Тихона раскрывается и по всему зала разносится его басовитый плач. «Боже мой!» думает господин Ким. «Откуда в этом тельце такой голос?» «Кроля!» Кажется, от этого монотонного воя в здании начинают дрожать стекла. «Мой кроля!» Кроли Гуки сначала изумленно смотрят на своего похитителя с высоты отцовского роста. Потом начинает ерзать у отца в руках, пока тот не спускает его обратно на пол. Малыш чуть боязливо подходит к безутешно рыдающему Тихону и, помедлив секунду, со всей своей двухлетней силой и искренностью обнимает того за шею. Вопли прекращаются, как по мановению волшебной палочки, заставляя окружающих облегченно выдохнуть. «Пойдем, Гуки!» Отец младшего прерывает эту идиллию, протягивая в сторону малыша руки. Однако вместо того, чтобы послушно топать в сторону родителя, ребенок хмурит бровки, блестя подозрительно повлажневшими глазками. Когда раздается первый схлип, его отец переводит беспомощный взгляд на Кима-старшего. Тот тоже сначала теряется, наблюдая, как Тихон сильнее прижимает плачущего мальчишку к себе, но тут его осеняет. Предлагаю всем вместе сходить в кафе. Посиделки в кафе оказываются весьма удачным вариантом. У мужчин находят массу общих тем для разговоров и даже точки соприкосновения в бизнесе, пока мальчишки играют под четким надзором аниматора. Единственная проблема возникает в конце вечера, когда приходит время расставаться. Тихон никак не может понять, почему ему нельзя забрать своего кролю домой. Да и сам Чунгук не желает уходить домой без новоприобретенного, веселого и шумного Ихона. Наступающую катастрофу удается предотвратить, лишь пообещав мальчикам, что они снова смогут встретиться на следующий день. Так неожиданная курьезная встреча в магазине игрушек переросла в крепкую и искреннюю дружбу. Они росли рядом, делили радость и детские обиды на двоих, ссорились и даже дрались, обсуждали аниме и игры девочек. Из пухлощокого малыша Чунгук превратился в красивого молодого человека с рельефной мускулатурой, горящим дерзостью, взглядом и невероятным упорством. Но для Тихена он так и оставался кролей, потому что никуда не делась ни зайкина улыбка, ни детская любознательность, ни Чунгукова потребность в его Тихеновом присутствии и ободрении. Себя же Тихен не воспринимал красивым. Сколько бы девушки не строили ему глазки, сколько бы парней не пытались подкатить к нему в ночных клубах. Но Чунгукова, искренне и восторженная, Тихен, Тихен такой красивый, убеждала его в этом на раз. И флэшбэк Разлука для любви — это ветер для огня. Слабую она гасит, а большую раздувает. Тихен не помнит, откуда в его голове появилась эта фраза. Но если верить ей, то его любовь просто огромна, потому что, несмотря на расстояние, не получалось ни скучать, ни вспоминать, ни любить. Тихен, конечно же, не одинок. Он вообще высокосоциальный. По его скромному мнению, но даже гомонящей толпе друзей и приятелей не удается заглушить тишину в его душе. Глупо, наверное, сбегать из клуба от компании приятелей с празднования собственного дня рождения. Но дома ждет громела Куки. Тихен утыкается в мягкий игрушковый живот, чуть морщаща от чекочущего нос меха и скучает. В голове слегка шумит. Хотя выпил он в клубе совсем немного. Но, Хен, ты совсем не умеешь пить в памяти. И Тихен, даже понимая, что Чунгук наверняка спит, все равно отправляет ему видео вызов. — Хен, что случилось? Чунгук смотрит в камеру в полглаза, но все равно искренне беспокоится. А вот и Хен на дыхании перехватывает от сонной хрипоты в его голосе. — Нет, — он сглатывает. — Просто громела Куки соскучился. — Только он? Чунгук зевает широко и сладко. Но Тихен выдыхает шумно, а потом набирает побольше воздуха, как перед погружением, и выпаливает. — Не только. Я тоже. То есть, конечно, я скучаю. Но он не знает, удастся ли Чунгуку разобрать это бормотание. Поэтому берет себя в руки, скидывая голову, и произносит четко и громко. — Я люблю тебя. — Вот. — Сказал. — Прости, если что. Пока шарашные, наверняка уже проснувшись от таких новостей, Чунгук молчит, Тихен сбрасывает вызов и отключает телефон. Он понимает, что это трусость, но руки трясутся, а сердце грохочет где-то в ушах, и он не уверен, что готов услышать или увидеть разочарованным таким предательством друга. Тихен боится, что не уснет теперь, но, видимо, от стресса вырубает его качественно. Проснувшись, он долго принимает душ, завтракает и занимается домашними делами, стоически игнорируя отключенный телефон. А когда дел больше нет, он садится на кровать и минут десять гипнотизирует безжизненный аппарат, словно надеясь, что-то даст ему подсказку. Но подсказок нет. Поэтому Тихен решительно включает умную технику и пока так грузится, он понимает, что, наверное, готов. Готов найти в списке голосовых сообщений недоуменное, сколько ты выпил, Хен. Готов прочесть «Отвали!» Готов узнать, что теперь он в черном списке. Готов. Но, оказывается, Тихен явно не готов увидеть фотографию Чунгука, что сверкает своей милой заячьей улыбкой и голым торсом. Не готов, что на голове Чунгука на этой фотографии какой-то нелепый ободок с самыми милыми кроличьими ушками. Не готов к смешливой надписи. «Надеюсь, этот кролик тебя устроит, трусишка Хен». Тихен чувствует, что по цвету его щеки могут посоперничать с пожарной машиной, когда набирает ответ. Если я могу назвать его любимый засранец. Ну, Хен. С момента признания меняется все и не меняется ничего. Тихен также делит свою жизнь на учебу и дом и проводит вечера преимущественно в одиночестве, лишь изредка выбираясь в кино или кафе с Чимином и Юнги. Ему нравится эта парочка. Безумно веселят их беззлобные препирательства и умиляет потаенная нежность. Их отношения такие, о которых он сам, наверное, мечтает. Без лишней показухи и демонстративности, но наполненные теплом мимолетных прикосновений, разговорами без слов и неусыпные заботы друг о друге. Юнги и Чимин в обществе похожи друг на друга противоположности. Два состояния одного снега. Юнги – сугроб, ленивый и холодный снаружи, но на самом деле мягкий и пушистый. Зато Чимин – снежок. Гладкий, кругленький, милый такой с виду, зато развивает сверхскорость и может нехило захуярить в лоб своими ли мыслями и суждениями или вполне себе физически небольшой, но твердой ладонью. Тейону совсем немного завидно и почти больно от желания так же греться теплом чужих объятий. Да и зима в этом году выдалась необычайно прохладной, даже морозной. Поэтому дома Тейон предпочитает спрятаться под теплый плед, прижаться к мягкому, пушистому боку, громил и куки, не выпуская из рук телефон. Стоит ли говорить, что 14 февраля Тейон просыпается не в самом радужном настроении, понимая, что на празднике всеобщей любви будет чувствовать себя немного лишним. В телефоне, наверное, миллион сообщений от Чунгука, миллион смайлов и стикеров, которые младший отправляет и принимает, невероятно аллеящий камень, потому что еще не привык к такому проявлению нежности. Но если такого мало даже в обычный день, то в день всех влюбленных мало особенно. У ворот университета, он, как обычно, встречает Янге и Чимина. У этих двоих в этот день свой собственный праздник. И Тейон сразу замечает выглядывающие из-под манжет парные браслеты. Занятия в этот день проходят как-то скомканно. Видимо, даже профессора понимают, что не в силах бороться с любовной лихорадкой. Поэтому с последней пары все курсы отпускают пораньше. Те-те. Чимин вьется около Тейхиона, как маленький непоседливый котенок. Причем сходство это только усиливает пушистый полосатый свитер, который Тейхион готов в этом поклясться. И стать человек в выборке так идет только Чимину. Ну, не хмурься. Праздник же. Аф! Тейхион в лучших традициях королевы драмзак катывает глаза. Что за ерунда? Неужели для того, чтобы признаваться и любить, нужен повод, особая дата? Глупо. Людям нужны символы и знаки. Юнги притягивает к себе Чимина. Ему кажется, что так все будет в самом делешнее и в заправдышнее, что ли? Ну, глупо же, Хион. Тейхион улыбается, греясь в тепле, излучаемым этими двумя. Глупо. Юнги тормошит Чиминовые волосы. А чего тут жмурится, окончательно превращаясь в котенка? Ну, ты бесишься сейчас не из-за того, а потому что Чингук далеко и неизвестно, когда прилетит. Тейхион сникает окончательно. На что Чимин шипит на Юнги и лезет обниматься. Не грусти. Он протягивает ему маленький брелок для рюкзака. Маленького, черт возьми, пушистого кролика. Но в этот день нельзя. Тейхион долго обнимает их на прощание обоих и потом разворачивается в направлении собственного дома. Скоро весна. Успокаивает он сам себя, шлепая по снежной подтаявшей жижи. Но весной обязательно должно стать лучше. Тейхион представляет ароматный горячий шоколад, теплого громилу и обязательный разговор с Чингуком. И на душе становится легче. Он даже не сразу слышит, что около подъезда его кто-то окликает. Когда же наконец он понимает, что зовут его, то оборачивается, натыкая взглядом на симпатичного ребенка, наряженного поверх теплой зимней одежды меховой комбинезончик, изображающий кролика. Тейхион не может сдержать улыбку, наползающего на его лицо при виде этого пушистого чуда. — Ты что-то хотел, маленький? — спрашивает он, присаживаясь на корточке, чтобы быть на одном уровне с малышом. — Вам просили передать, — бойко тараторит малыш и протягивает Тейхиона игрушечного кролика, размером чуть больше, чем брелок, подаренный ему чимином. А после звонка смеется и убегает. Тейхион прижимает кролика к груди и не может поверить в такое зимнее валентиновское чудо. Однако чудеса на этом не заканчиваются. И следующего кролика Тейхион находит в кабинете лифта. Он начинает догадываться, что Чунгук каким-то неведомым образом, даже находясь на тысячи милях от него, сумел организовать маленький праздник. Тейхион уже даже не удивляется, когда видит еще одного кролика, сидящего прямо у двери его квартиры. У меня теперь прямо кроличий клан, улыбается он, пытаясь открыть дверь и не выпустить игрушки из рук. Однако, когда сразу в полутемной прихожей его хватают и впечатывают в себя, он не на шутку пугается, пока не узнает такой родной и чуть терпкий запах любимого одеколуна Чунгука. Я так соскучился, раздается прямо в ухо горячее, но несмелое. Потом прямо в этой же темноте Тейхион чувствует, как его губы касаются другие, робко, словно сомневаясь, можно ли, словно пробуя, словно знакомясь. Их первый поцелуй не длится долго, но невероятным образом дыхание все равно сбивается, а когда Чунгук наконец включает свет, то Тейхион вовсе забывает, как дышать. Потому что Чунгук этот невероятно красивый, рослый, крепкий, молодой мужчина стоит перед Тейхионом в смешной кегуруме кролик и улыбается своей детской улыбкой, как улыбается только ему, открыто и беззащитно. Ты, конечно, не признаешься эту праздничную суету, Чунгук дико смущается, но мне показалось, что тебе будет приятно. Тейхион молча сгребает его в охапку, отмечая, как возмужал Чунгук и выдыхает тому ухо низкое «Мой кролик!» Бонус Ночь Святого Юнмина Юнги просыпается от холода и сон ущурится, пытаясь найти в полумраке комнаты, пропавшие тепло. Чимин обнаруживается у окна. Он зябко ежится, иногда переступая замерзшими ногами и поджимая пальцы, что так нравится Юнги. Юнги уже собирается устроить выволочку неразумному парню и даже набирает в легкие побольше воздуха. Но сдувает в одночасье натыкая взглядом на облитые серебром лунного света плечи. Кожа Чимина в этом сиянии кажется покрытой тончайшим мерцающей вуалью, а сам он выглядит хрупким и уязвимым, хотя на самом деле Чимин та еще зараза. Но именно сейчас Юнги затапливает какая-то несуразная, наверное, нежность к этому очаровательному созданию. что заворожено смотрит в окно, не обращая внимания на сердитые пыхтения из покинутого им одеяльного гнездышка. Юнги кутается в одеяло наподобие мантии и шлепает по прохладному полу к замершей фигуре. Чимин слегка вздрагивает от неожиданности, когда к его спине прижимается худое желистое тело. Юнги плотнее запахивает одеяло, утыкаясь острым подбородком в плечо Чимина и готовится снова задремать. Хион! Голос Чимина звенит колокольчиками. Посмотри, сколько сегодня звезд! Юнги лучше бы утащил теплую тушку обратно в кровать, но он послушно переводит взгляд на рассыпанную под соферму бархату жемчужную пыль. Красиво же! Юнги нравится этот практически детский восторг Чимина. Красиво! Сглашается он, только знаешь, что? Он приближает губы к уху Чимина, почти касаясь его. Это звездное небо красиво, так же, как красив закат на взморе, как красива радуга после дождя, как красив золотой осенний парк. Но я не вижу ничего красивее, чем твоя улыбка, ничего ярче, чем твои глаза, ничего драгоценнее, чем золото твоих волос. Чимин беспокойно возится в кольце рук Юнги, пытаясь развернуться к нему лицом, но тот смыкает объятия сильнее, заставляя младшего угомониться и продолжает шептать в трогательно олеющие даже в темноте ухо. В свете дня я вряд ли буду так откровенен, слушай и запоминай. Я люблю тебя, люблю так сильно, что иногда просыпаюсь в страхе, что ты мне просто приснился, но вижу твою сплющенную подушку мордяку и успокаиваюсь. хюнг зовет его чимин и в мелодичном голосе слышатся надрывные нотки, потому что такой юнги, обнаженный и уязвимый, вставляет сильнее чистого спирта, отключая мозг напрочь. Но юнги лишь коварно и невесомо пробегается кончиком языка по беззащитно подставленной шее. Продолжаю свою исповедь. Я ревную тебя ко всем этим жадным взглядам, что липнут к тебе на улице, к людям, что воруют мое время с тобой. Ревную ко всему, что заставляют твои глаза светиться от восхищения, если это не я. Поэтому не смотри так на небо, и я больше не отпущу тебя, мой звездный мальчик. Чимин все-таки ухитряется развернуться, практически сразу впечатывая из губы Юнги трогательно жадным поцелуем. Потому что нельзя быть таким. Чимин искренне сочувствует всем тем, кто не знает вот такого Юнги, кто считает его безэмоциональным, холодным скептиком. Ведь Юнги просто невероятно эмоциональный и искренний. Именно поэтому он никогда не будет растягивать губы фальшивой улыбки. Если ему неприятен человек. Не будет заливаться хохотом над неуместными шутками. Не будет тратить время на людей и вещи, что точно не его. Зато тот Юнги, который знают только самые близкие, это настоящий цунами, что сбивает с ног своей любовью и заботой. И когда он открыт, пусть и под покровом ночи, это самое ценное. И такие моменты Чимин прячет шкатулку для драгоценностей и хранит у самого сердца. Юнги чувствуют, что Чимин застывает и отстраняется, чтобы взглянуть чуть темневшие глаза. Что случилось? Думаешь, у них все будет хорошо? Юнги не может улыбнуться, потому что в этом весь Чимин, что не может перестать беспокоиться обо всех вокруг. Брось! Он прижимает свое персональное счастье чуть крепче, борясь с желанием впечатать его в себя намертво. Я не знаю никого, кто был бы сильнее помешан друг на друге, чем эти двое. А мы? Чимин явственно волнуется и кусает свои невероятные губы. А мы? Юнги делают вид, что задумываются. Мы вместе. это и с